Футбольный клуб «Химки» на домашнем стадионе провел встречу с «Лучом» из Владивостока. К началу матча стали подтягиваться тысячи химчан. На стадион пришли целыми коллективами. Вместе с болельщиками и глава «Химок» Дмитрий Волошин. Лучшие компании, лучшие болельщики. Ура! Вперед! Только победа! На входе зрителям раздают билеты с номерами. Будут разыграны три смартфона. Победителя выберут случайной шеребьевкой. Первый тайм. Напряженная борьба. Красно-черные упускают голевые шансы. Публика негодует. Но удача в этом раунде на стороне «Луча». Под конец первого тайма гости забивают пенальти. В перерыве розыгрыш смартфонов. Публика кричит. Каждый надеется, что приз достанется именно ему. Победители получат смартфоны после финального свистка судьи. А пока футболисты выходят на поле. Второй тайм. Решающий. Тут химчанам необходимо выложиться по полной. Подводить публику нельзя. И первая ответка летит в сторону «Луча» на 61-й минуте. И... гол! Минуту спустя полузащитник Михаил Петрусев забивает второй гол. Химчане выходят вперед. Команда завершила игру на отлично. Под крики стадиона. Футболисты поднимают руки и расходятся. На поле выходит ведущий. Не менее долгожданный момент для болельщиков с выигрышными билетами. Вручение смартфонов. Итак, следующий. Номер 14984. Ну, если честно, я не ожидал. Ну, чувства прям необычные, радостные. Прям неожиданно, что выиграли. Не ожидал. И когда первые сказали номер, у меня там совершенно другой был. Я думаю, ну ладно, ничего страшного. И третий назвали, я взглянул, это мой номер. Я на самом деле, ну так, немножко не поверил, конечно. Что-то было такое, я чувствовал, как будто могу выиграть. Люблю футбол, люблю химки. Всем спасибо. Восторженные химчане не устают благодарить красно-черных. Победу команды они воспринимают как свою собственную. Ну, замечательно. Первый тай немножко скучненький, в концовочку сложали. Зато во втором отыграли все, что как надо. Обязательно химки станут чемпионом. Мы выйдем в премьер-лигу, победим всех. И Спартака, и ЦСКА мы только химки, только химки. Если химки не остается, то и Волга не река. Станут химки чемпионом, знаем мы наверняка. Этот сезон ФК химки закрывают хорошо. Они входят в десятку турнирной таблицы с 53 очками. Впереди отдых, а после подготовка к новому сезону. Акраман Ивлуев, Николай Забродин, Служба новостей.